Всем привет! Это Женя и Алена и вы на канале Time Voyage. В предыдущем видео вы гуляли с нами по лесу, собирая эти замечательные грибы лисички, которые видите справа от Алены. Сегодня мы будем из этих замечательных грибочков делать. Что? Маринованные грибы. Маринад. Поехали? С чего начнем? Наверное, сначала скажем, что нужно для маринада. Естественно, сами грибы. Я буду сразу говорить про порции, которые я делаю. Если у вас грибов будет меньше, значит, естественно, и дозу нужно будет ингредиентов уменьшать. Здесь 2 килограмма лисичек. Собственно, соль, сахар, специи, уксус и вода. На 2 килограмма лисичек у нас 3 литра воды, 100 грамм соли, 90 грамм сахара. Эти обычно я на глаз, там уже кто как любит. Кто-то не любит гвоздику добавлять, кто-то не любит лаврушку. Я люблю все эти специи использую. Начинаем! Сначала ставим воду. На 3 литра воды мы высыпаем 2 килограмма грибов. В принципе, таким способом я мариную все грибы. Но сегодня у нас лисица. Предварительно, естественно, помытая, обработанная. В общем, целая кастрюлька получилась. Ждем, пока закипут. Закипут! Закипят! Ну, какая разница. Ну, это именно, да. Когда закипят грибы, снимаем пенку и варим 15 минут. Больше варить не надо. После того, как грибочки закипели, я очень люблю, когда грибы хрустящие, не мягкие. Поэтому, когда они вскипят, я их отбрасываю на дуршлаг и промываю холодной водой. Чем холоднее, тем лучше. И заново потом обратно уже выбрасываю в маринад. Кто-то любит делать маринад в другой воде, то есть отдельно, не в этой, в которой варились грибы. Я не люблю так делать, скажу почему. Потому что рассол становится вообще какой-то ненаваристый, невкусный. Я люблю, чтобы все-таки наваристый бульон был. Поэтому я использую этот же. То есть промыли грибы в холодной воде, сделали маринад, высыпали. Ну, в общем, все остальное я покажу потом. Сейчас нам нужно, пока у нас грибы готовятся, подготовить банки. Я их заранее не успела подготовить. Поэтому, пока они будут у меня закипать, грибы, я буду заниматься банками. Крышки я, как всегда, кипячу в кастрюльке на плите, а банки стерилизую в микроволновой печи. Поэтому, пока я буду этим заниматься, на минуточку с вами прервёмся. До свидания. До свидания. Банки я простерилизовала, вот они, пока грибы варились. Сейчас буду откидывать грибы на дуршлаг. Чтобы ополоснуть их холодной водой. Как я уже сказала, это я так делаю для хруста. Я люблю, когда все-таки грибы хрустящие, а не мягкие. Поэтому мы их сейчас ополоснем холодной водичкой, а пока они будут промываться, мы будем делать маринад для самих грибов. Ну вот, наконец-то, последние выловила грибулечки и, ой, под холодной водой. Чем холоднее, конечно, тем лучше. Тогда грибочки более хрустящие. Ну, кто любит мягкие, не промывайте. Посмотрите, цвет они почти что не изменили, не такие желтенькие. Но черные не стали, да? Нет, но лисички черные не становятся, чтоб подосина видно. Все равно такой цвет, довольно-таки радостный, да? варились, конечно, они так были крошечные, мы пуговицы не собирали. Ну, в общем, хорошенько это все холодной водичкой их. Так, ну, пока они будут по своду, по своду поднесли тарелку. Пока они у нас получатся, давай их засыпать. В общем, засыпаем соль, 100 грамм соли на 3 литра воды, напомню на всякий случай. 90 грамм сахара и специи лаврушка, горошек и гвоздика. Ну, кто что-то не любит, я уже говорила, можете не добавлять, кому-то нравится. Так, теперь давай обратно сюда. все, я думаю, что их достаточно намывать. Закладываем обратно в наш маринад и еще варим минут 10. Ну, после закипания, конечно, минут 10. Уксус добавим уже в конце. Ну, все, пока. Дальше потом покажу, когда уже вскипят грибочки. Ну, все, в принципе, наши грибы практически готовы. В конце за 5 минут добавляю 120 миллилитров уксуса. Я вначале забыла сказать, сколько миллилитров на 3 литра. 120 миллилитров. Варим еще 5 минут и начинаем заливать банки. После уксуса, когда залили, пенку желательно тоже убрать. Все, наши грибы сварились. Выключаем и начинаем разливать по баночкам. Сильно грибы не утрамбовывайте. Потому что, когда закрываешь крышкой, воздух уходит. И получается так, что как-то куда-то вода девается. И получается верхушка сухая у грибов. Лучше залить побольше водички сюда. Прям под самый почти край. Тоже бы они там свободненько плавали. А, еще мне надо полотенечко. Добыла взять. Ладно, будем делать по-другому. Ну и так всем наполняем все баночки. Да, еще, кстати, я забыла сказать про самое важное. То, что я делаю в конце уже, когда банки заполнила. Я добавляю туда по чайной ложке, ну на такую маленькую банку, подсолнечного масла. Это для того, чтобы грибы не заплесневели. Уже сколько лет закрывая и добавляя подсолнечное масло, ни разу не было плесени. Никогда. А запах подсолнечного масла потом не остается? Ну, в любом же случае, мы когда открываем банку, мы же добавляем туда подсолнечное масло, еще и лук. Ну, то чеснок любит добавлять, то лучок. Все по-разному. Вот все баночки мы заполнили. Налила в конце подсолнечное масло. Воды прям как можно больше. Прям под самые, ну, двум закатываем. Так, сейчас сначала одну. Альцесс. Так, ну, конечно, мне бы нужна твоя была на помощь, чтобы плотненько, плотненько. Альцесс. Ну, так все. Хочется. Так, я одеваю, а ты закручиваешь. Теперь их надо перевернуть вверх ногами. А, горячая. Накрыть чем-нибудь тепленьким. Сверху. И оставить до утра. Сейчас-то вот. Или до вечера. Не знаю. Посмотря, когда вы это делаете. Мы делаем вечером, поэтому у нас будет долго. Ну, вот и все, друзья. Спасибо, что гуляли с нами. Но не по лесу, как в предыдущих видео, а по нашей гигантской шестиметровой кухне. Где мы умело справлялись с маленькими беззащитными лисичками. Сегодня мы приготовили шесть баночек. Аленушка, помогай мне. Вот таких вот лисичек. Если вы помните, в предыдущем видео мы показывали, как мы собирали эти лисички, целую корзинку собрали. Половину из этих грибов мы заморозили. Помыли, почистили и заморозили в морозилку. А другую часть мы решили сварить. И вот такая красота у нас получилась. Есть что добавить, Аленка? Что я могу добавить, что здесь будет очень вкусно зимой. Хотя, наверное, до зимы они навряд ли дотянут. Так что все, на этом мы с вами прощаемся. До новых встреч! Всем пока! Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова